всем привет мы выгрел два штурмовик на этот раз карта битва за кубань которую мы практически не летали она сразу не понравилась некрасивая своей зеленью неестественной тем что у нее аэродромы все прижаты к линии берега а те которые не прижаты они далеко в общем не понравилась своей структурой полностью мы в нее практически не летали но это не мешает нам посмотреть ее в быстрой миссии сгенерирована миссия по поддержке войск целью будет или четыре орудия или два танка в точке выполнения видим уже знакомые загибоны где расставлены нам ловушки поэтому мы отсюда взлетаем 171 224 практически 400 то есть курсом 200 идем прямиком вот сюда ориентир будет вот эти два аэродрома и населенный пункт киевская и здесь вот в излучине реки мы должны найти танки или артиллерию задняя турельная установка нам не нужна и можно пушки установить против танков кстати это было бы интересно но почему нельзя 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 взять 6 фабов 100 4 можно да и это бронебойные но в принципе набор суровый вот этот есть фаб 100 есть смешно а понял то есть это модификации как бы а это стандартные наборы которые можно просто выбрать век живи век учись мы возьмем 6 и все бронебойные шпитального конечно можно было бы взять но в другой раз просто как показывает практика ай тут нету желтой девятки нашей а мусага мусы гореевой зимний камуфляж да ладно берем красную стрелу все близко там 60 процентов то есть 440 литров с теми же самыми прикидками то скорее всего нам придется воевать с истребителями весь вопрос в том что успеем ли мы бомбы довести и выполнить миссию или где-то вот тут завяжемся к обоим вариантам мы готовы погода такая же как была в прошлом вылете то есть сильная облачность ливень 9 то есть должно быть нормально рельеф незнакомые на карте не летал уже погода 2 наверно и тут вопрос еще по полосе хватит ли нам только хвост оторвали взлетели почти как надо что-то нам совсем не очень кубань лето наверное не посмотрел температуру воздуха так 200 примерно сразу идем о красота сейчас красиво а нет земля тут тоже нормально это видимо меня тогда расстроили рисовые поля они были когда неестественного зеленого цвета а так про вполне себе симпатично и видно как-то далеко надо как-то высоту набрать а я не могу у меня двигатель практически на взлетном режиме 2 метра в секунду набираю высоту а скорость 300 километров в час скорее всего из-за жары надо вот это закрыть то мы взлетели то вот эту речку уже видим да не может быть а получается что ее и вот тут мы кстати а красиво возьмем чуть чуть правее чтобы если у нас по карте проложен маршрут вон там чтобы если нас там пачка будет ждать она к нам не прицепилась да и температура не падает надо пытаться смесь тогда увеличу попробую обороты убрать нам обязательно нужно остыть потому что там точно будет истребители нам точно придется с ними крутиться озеро слева видим вот оно то есть мы идем примерно нормально но к сожалению близко к изначальному маршруту нам могут прямо сейчас начать раздавать а красиво смотрите какое сочетание очень красиво нам опять прикрышку выдали каких-то тиродактилей тиродактилей харитейны наверно тиродактилей я не пойму какое озеро я вижу а вот понял Хотя не факт, что это оно О, вот она и пачка встречающих Это жерка из четырех самолетов Не вижу, не вижу, не вижу, все зарисовано линиями Ну вот он аэродром, вот он благодатный, вон еще один аэродром То есть мы идем правильно, но к сожалению бесполезно нас сейчас начнут атаковать Попробуем набрать высоту И мы не остыли, вы смотрите И похоже уже не остынем Да, вы уж атакуйте, нам надо поработать А вы смотрите, они рассредоточились как А где четвертый? Уже ниже Черный, это не я попал, это он газу дал А, это скорее всего спидфайр ее С круглыми крыльями Вот это наша прикрышка уже рассыпалась Они его сбили моментально Надеюсь, он выпрыгнул Я вижу танки Мне бы, конечно Да, найти сначала артиллерию Нет, этот я не возьму Я вижу тень пары Бросил не по... А, это зенитка! И я ее не сбил Сейчас она зато меня собьет Брустверь ей не помеха Мой тоже нифига не атакует Отчество Истребители Кс 751 фига себе бомбы перекинул уже не мистера летать мы не выполним задание сейчас главное выжить мои просто летать я не вижу разрыв от них а танчик мы попали видите дымит стоит и у нас еще одна бомба знать бы еще под каким она крылом я хорошо не хватило чуть-чуть тот который горит может быть догорит кто 2 тоже л-2 они тут красиво ты кто еще а это уже танцор диска все у меня перегрев нет это все высоко мне туда лезть вообще никаким образом нельзя надо уходить они сейчас он уже я хотел сказать они сейчас разберут при крышку и примутся за нас все куда делся своим команду домой и и крутится и 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 на у а все мне отрубили а нет я еще и хожу не туда мне надо 40 а я до 180 но не крыло же все это не летает и не могу уже у меня ручка почти полностью влево а вот артиллерии наверное который можно было уничтожить да вот догорел танк наш один нормально уже 90 еще один ил там прошел надеюсь заметит ракету те же свалочные боты мы уже по нашей территории сколько идем вон впереди еще самолет два три вон куча самолетов что происходит в воздухе надеюсь вот эта пара идет наша они примерно по курсу идут правильно надеюсь мы с ними уйдем нет опять там что-то закрутилась какая-то куча мало нам к ним нельзя нас собьют я слышу его сзади но я сделать ничего не могу нормально использую силу люк приказ строго на север мне надо на карту посмотреть но я не могу у меня самолет полностью блин а мне еще сдвинуть надо я надеюсь вон то на самолет наш идет ил не могу болтает меня сразу не попал сейчас уже не попаду моих наш самолет видите стоит просто вверх хвостом взлетает видите исчез так что с ними отойти не получится может достаточно далеко ушли не надо подняться сориентироваться на не могу тихо 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 но он пара он пара Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Его не видим, значит мы слишком далеко на север ушли вместо востока Субтитры создавал DimaTorzok Я слышу их рядом, я бы взлетел уже повыше Повыше они меня собьют сразу У земли что-то они комплексуют атаковать Все, 60 нормально Но там какой-то большой населенный пункт, это что может быть? Мне надо сдвинуть карту, а я не могу, у меня рука Блин, это может быть наш Но справа озера нету Блин Да, вон аэродром Нету и нету, потом выкопаем По времени мы уже должны быть около себя где-то Мы хоть и медленно, но долго отходили И ни одного запроса на посадку Всех сбили, кроме нас Ну похоже, что это наш аэродром Ток хотел сказать, нам бы только не закипеть Раньше времени Я наддув убираю, двигатель начинает с более низкими оборотами работать У меня сразу вопрос, это мой двигатель так шумит? Изменяется звук у него? Или у меня мистер-шмидт подлетает? У них тоже низкий звук такой Как полоса там расположена? Мы взлетели 210 Нам надо на полосу, мы не можем на аварийно садиться на брюхо Что-то я все понимаю, но где полоса? Или это не аэродром? Аэродромы вроде бы наши стоят Но мы не с него взлетали Сирена не воет? Давайте здесь сядем А, мы Анастасиевская, наверное Да нет, там зелени столько нет Как домой-то попасть? Тетенька Отпустите меня Есть слово волшебное, знаю Вот это вот надо найти на карте Вот это длинный-длинный населенный пункт Да, это Ханников И он показывает на другой населенный пункт До которого мы точно на свой аэродром выйдем Топливо есть, вроде бы в воздухе держимся Сейчас чуть-чуть попробую остудиться Мы на пределе идем Но без перегрева С посадочной скоростью практически Ручка вот в таком положении Педалями еще помогает Тремера, кстати, почему-то не работают Хотя на нем они есть Может я кнопки как-то переназначил Но это сильно вряд ли Тремера элеронов я имею ввиду С него можно 45 И мы как раз выйдем, куда нам надо Чтобы Даже 40 С окончания 40 Чтобы не делать крюк лишний А так нормально Все, вроде нашел положение джойстика более-менее Но миссия прям Самая Яркоговорящая За весь баланс И в компании, и в генераторе миссии Никто не вернулся А миссия самая обычная Четыре орудия или два танка Не вернулся вообще никто Мы уже видим населенный пункт Который нам нужен Если нам повезет Мы практически на полосу Должны выйти С небольшими коррекциями На посадку Сразу зайдем Нет, тут красиво Это значит Вот не повезло Нам и сразу Когда вышла Компания Смотрели А20 И Кобру А у них дальние аэродромы Рисовые поля Вокруг Они совершенно неестественного цвета А вот это вообще шикарно И солнце высоко Кубанское И степь вообще Вообще нормальная Так что еще полетаем здесь Да, заходит Я выполняю Только я не вижу куда Вон она полоса наша Дай дрить, мадрить Только что же видел Ну что такое Низко идем Слишком Мы перегреем сейчас Перед самой посадкой Но это должно хватить Блин, нам слишком медленно Тоже нельзя садиться Нас перевернет У нас Одно крыло почти Не работает Один Из всех Прилога Алис 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 Поехали Видите, калильное зажигание за то, что перегрет двигатель сильный. Досталось нам неслабо. Видите, всё в правую сторону, поэтому мы так плохо летели. Даже магнит-то выключен, то есть он чисто на калильном зажигании крутится. Раньше был баг, что он не останавливался. То есть я топливный кран не перекрыл, что ли? Я сейчас полностью всё перекрыл. Всё остановилось. И дождь идёт, которую мы не видели. Масло нас выручило просто. Вода была за сотку всё время в красной зоне. Масло тоже было нормально. Ну, просто повезло. И прикрышку разобрали моментально. Давайте посмотрим, что там напишут в журнале боевых действий. Один тяжёлый танк и одна зенитка. Бомбами мы близко попадали, но, к сожалению, не смогли. Блин. Вот взлёт, вот мы пошли. Увидели озеро. А это Фока ещё там была. Обалдеть. Блин, спасибо, блин, большое. Теперь неудивительно, почему все рассыпались. Спидфайр. Г-6 убил. То есть Фоки и Г-6. Уже две пачки. Вот они, орудия, где ещё можно было достать. Вот танки. А вот этих я не увидел. Вот прям здесь работало. Орудия я не видел выстрелов. Мне казалось, что они вот здесь стреляли. Вот мы отработали. Ещё один минус спидфайр. Ещё один минус спидфайр. Ещё один минус спидфайр. То есть Г-6 просто разобрали спидфайры. И один сбит Г-6 спидфайром. Фока уничтожил Ил-2. Это вот то, что мы летели вот здесь. И я говорил, видите, самолёт вверх хвостом летит. Это был сбит Ил, который летел к земле. Но вот из-за особенностей отображения он висел в воздухе и некоторое время хвостом вперёд летел. Вот мы это увидели. Вот здесь мы где-то за речкой оторвались уже окончательно от преследований. Увидели населённый пункт. Была вероятность, что мы находимся вот здесь. Я думал, ну то есть сейчас пойдём посмотрим. Пришли. И действительно здесь есть аэродром. Видите, он также расположен. И самое интересное, тут лес не обозначен. Большой. Который сбил с толку. Я посмотрел, лес есть. Он вот тут есть, на карте его почему-то нет. Но аэродром не наш. Пошли вниз. Вот этот длинный населённый пункт нас выручил очень. Он прям показывает вот в эту сторону. Троицкая. С которой на север вот наш аэродром. Мы просто с него взяли приблизительно 40. И вот так вот и пошли. И всё. И когда уже увидели. Сели. То есть всё просто. Но Г-6 и А-3 против несчастных четырёх спидфайеров. Так вот это и закончилось. Это, кстати, ставит под больший вопрос тут полёты на Л-2. И Г-6 и А-3 даже. Они очень скоростные. Мы на Ле не сможем с ними биться. Даже на целом. А им. У них у одного и у второго очень мощный залп. То есть они первым же залпом будут из нас нелетап делать. Нелетабельный аппарат. Но посмотрим. Зато красиво. Особенно вот сейчас как была погода. Солнечные пятна. Дождик. Облака. Просветы. Вообще хорошо. По крайней мере ещё попробуем. Это точно. А на сегодня всё. Спасибо вам за внимание. Всего вам доброго. Удачи. И всем пока. Приключений много. Но. Картина конечно грустная. Спасибо. Тихо.